Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте. Главные темы дня. Правительство и Национальное собрание Республики Западной Армении в Ереване проведут конференцию, посвященную Анаид. Чемпионат Кубок Западной Армении по стрельбе из Лука-2024 в Ереване. Отсутствие связи усложняет проблему занятости армян Джавахка. С 90-х годов по 2023 год с армянской стороны без вести пропали тысячи человек. Специальный представитель ООН призывает международное сообщество прислушаться к просьбе вынужденных переселенцев из Арцаха. Ответственность за этнические чистки в Арцахе несет мафиозная династия Азербайджана, депутат Пасе. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 15 сентября в Ереване в отеле «Дубль-3» пройдет конференция, посвященная Анаид, организованная правительством и Национальным собранием Республики Западная Армения. В ходе конференции присутствующие обсудят различные вопросы и темы, связанные с Западной Арменией, имеющие важное значение для армянского народа. Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии, предварительно забронировав место. Наш контактный номер плюс 3-7-4-9-4-4-7-9-9-6-6. Среди присутствующих президент Национального совета Республики Западной Армения Армейнак Абрамян, президент Лидия Маркусян, заместитель премьер-министра правительства Армана Купян и председатель Национального собрания Нелли Арцюнян. Конференция пройдет с 12 до 3 часа дня. С 13 по 15 сентября 2024 года в Ереване пройдет второй спортивный турнир Кубок Западной Армении по стрельбе из лука. С радостью приглашаем все спортивные клубы по стрельбе принять участие в столь важном спортивном событии. Цель турнира – развить стрельбу из лука в Армении и способствовать профессиональному росту спортсменов. Мероприятие пройдет в Ереване, где примут участие многочисленные команды и спортсмены из различных стран. Приседатель Организационного комитета Арман Григориан в официальном приглашении подчеркнул важность мероприятия, призвав активно участвовать в борьбе за Кубок. В программе турнира предусмотрены соревнования для разных возрастных и квалификационных групп, что даст возможность спортсменам всех уровней продемонстрировать свои навыки. Турнир обещает быть динамичным и интересным, насыщенным разнообразными спортивными мероприятиями в дружественной атмосфере. Самцхай Джавахки занятость по-прежнему остается серьезной проблемой. Большинство трудоспособных мужчин вынуждены уезжать за границу в поисках работы. Местные СМИ и общественные организации отмечают, что навыки на рынке труда не соответствуют требованиям. Отсутствие современных образовательных программ усугубляет эту проблему. Эксперты подчеркивают, для решения проблемы занятости важно установить связь между заинтересованными сторонами. Предложение и спрос не совпадают из-за отсутствия коммуникации. Власти не проявляют интереса к сотрудничеству с местными организациями, что усложняет подготовку специалистов и решение проблемы. Все структуры должны работать над созданием коммуникации. По словам руководителя программ по коммуникации, делегации Международного комитета Красного Креста Зары Аматуни в Восточной Армении с 1990-х годов и после военных действий 2020-2023 годов с армянской стороны считаются пропавшими без вести около тысячи человек. Согласно данным Международного комитета Красного Креста с 1990-х пропало около 700 человек. После военных действий 2020-2023 годов около 300. Семьи обратились в Международный комитет Красного Креста с просьбой найти родных. Аматуни подчеркнула, Международный комитет Красного Креста не участвует в переговорах с азербайджанской стороной, но постоянно следит за ситуацией. Международный комитет Красного Креста посещает только тех факт заключения, которых был подтвержден Баку. Баку официально подтвердил факт задержания 23 армян, 17 из которых оказались в плену после агрессии сентября 2023 года. Специальный докладчик ООН по вопросам содействия гарантии правды, справедливости, возмещения ущерба и предотвращения повторения Фабиан Сальвиоли представил свой отчет о визите в Восточную Армению 16 по 24 ноября 2023 года. В отчете отмечается, администрации, правившие Восточной Арменией с момента обретения независимости от советской власти в 1991 году, приняли ряд мер, направленных на нейтрализацию наследия нарушения прав человека, совершенных во время советской власти и авторитарным режимами во время Арцахского конфликта. Такие меры не были включены в процессы переходного правосудия и официально не рассматривались как часть повестки дня. Однако многие из них были направлены на выявление нарушений, от которых пострадали армянские солдаты и жертвы конфликта. Тем не менее, прогресс создания механизмов поиска истины уголовного правосудия, компенсации и упоминания прежних нарушений прав человека был непоследователем. Прибытие специального докладчика в Восточную Армению совпало с принудительным перемещением 115 тысяч армян Арцаха в результате конфликта. Он встретился с беженцами и властями, принимающих в общинах и вереваниях, где был свидетелем более и насущных потребностей перемещенного населения. Произвел свою солидарность к беженцам, которым были предоставлены основные услуги, жилье и средства к существованию. Тем не менее, среднесрочные решения должны быть разработанные с поддержкой и рекомендациями международного сообщества. Разработка и реализация данных мер – это неотложная задача. Я являюсь одним из членов парламентской ассамблеи Совета Европы, которым запрещен въезд в Ваку. Об этом в соцсетях написал депутат полк Гаван. Я бы не хотел, чтобы это было иначе. Это жестокая диктатура, во главе которой стоит династия семейной мафии. Она несет ответственность за этнические чистки в Арцахе и репрессии против собственных граждан. Оставаясь верным своей миссии зрителю телевидения, Западная Армения продолжает свою работу, используя инновационные подходы. Не занимаясь саморекламой, мы представляем важные новости об истории настоящем и будущем Западной Армении. Затрагивая проблемы, волнующие армянскую нацию. Телевидение Западной Армении зафиксировало одно из важнейших достижений, выпустив еженедельник «Вестерн Армения», направленный на сохранение и популяризацию нашей истории, культуры и идентичности. Наша телевидение прозрачно представляет деятельность президента, правительства, национального собрания и другие государственные структуры Республики Западной Армении. Дело ее доступной и понятной. Наша сила в единстве. Вместе мы сможем создать сплоченную и процветающую Родину. Ваша поддержка, наша общая победа. Вместе мы сила. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова